Как поддержать малый и средний бизнес? Важная тема, которая стала основной для вторых теледебатов Единой России к предварительному голосованию. Напомним, 22 мая крымчане будут выбирать среди кандидатов от партии власти самых достойных, а уже победившие на предварительном голосовании смогут попробовать себя в гонке за депутатский мандат в Государственной Думе Российской Федерации. Тема поддержка бизнеса, причем в основном малого и среднего, как локомотива развития экономики страны. Первый блок – вступительное слово. Каждому из кандидатов дается всего по две минуты, чтобы обрисовать свою позицию по вопросу. Многие из присутствующих в зале в теледебатах участвуют впервые, но держатся на достойном уровне и, соответственно, диалог вышел конструктивным. Дебаты – очень хорошая площадка, когда воедино собираются все кандидаты и с повесткой ставятся одинаковые вопросы, что, естественно, позволяет телезрителям, нашим потенциальным избирателям, крымчанам рассмотреть каждого в отдельности, естественно, сделать свои выводы и определить, кто же все-таки для крымчан будет более эффективен в высшем законодательном органе страны. Всего в теледебатах три блока. После вступления начинается самый главный вопрос-ответ. Тут кандидаты спрашивают друг друга. Кроме того, к ним обращаются крымчане из зала и из разных регионов полуострова. Специально, чтобы у людей из любого уголка Крыма была возможность спросить своих кандидатов, на территории полуострова работают съемочные группы телерадиокомпаний «Крым», которые собирают самые болезненные вопросы. «Я считаю, что такие в данном случае дебаты необходимо делать регулярно, на абсолютно разные темы, волнующие жителей нашего Крыма, наших земляков. И для людей будет понятно, кто же мы – члены партии «Единая Россия», кандидаты». В сентябре 2016 года крымчане впервые смогут полноценно поучаствовать в процессе строительства политической верхушки России. Люди выберут, кто представит полуостров в высшем законодательном органе страны. Это событие трудно переоценить, уверен первый вице-премьер республики Михаил Шеремет. «Я думаю, что нормально прошло. Единственное, что во временном графике, конечно, не хватало каждому кандидату, высказать свои позиции, мнения. Но, тем не менее, я считаю, что на сегодняшний момент говорящие головы, которые у нас приходили еще с украинских времен, проходят, уже надо от слов переходить к делу». Предварительное голосование – это шаг нынешней партии власти навстречу избирателю, чтобы проще было разобраться, кто какие идеи представляет и какую программу готов реализовывать в Государственной Думе, говорит Михаил Шеремет. Со своим кандидатом в Крыму можно будет определиться 22 мая. Игорь Смирнов, Время новостей.